Привет, Андрей! Привет, Костя! Собственно, ты у нас участник тренинга директологов 5. Прошло довольно много времени с того момента, потому что уже прошло практически 2 года, если я ничего не путаю. Скажи, пожалуйста, все-таки постарайся вспомнить, почему ты выбрал именно мой тренинг директологов? Может быть, как познакомился с моим творчеством? Может быть, ну вот, как пришел к тому, что нужно пойти на тренинг директологов именно? Да, конечно. Я на тот момент приобрел МТО-1, вернее, его создал, и его как-то надо было раскручивать. Это было в 2013 году, в конце 2013 года. И искал, как его продвинуть. На тот момент я даже не знал про Яндекс Директ, или что-то такое. Я знал, что можно в интернете как-то продвигать, а как это делать, я его практически не хватал. Совсем не знал. И сначала я наткнулся на вебинар и вид символиста. Ну, мне почему-то не понравилось. Ну, ну, обычно так все инфобизнесмены все это делают. Они все продают, там, ну, все рассказывают. И, по сути, ничего не рассказывают, можно так сказать. И пытаются тебе что-то продать. Это мне не понравилось. Я, ну, начал искать дальше. И наткнулся на твой вебинар. Знаю, он идет 4 часа. Там пошагово прям ты рассказываешь, как все это, как настроить. Он не сейчас где-то гуляет там ВКонтакте, частенько я вижу. Вот. Я его посмотрел, настроил сам. У меня как-то так, ну, пошли там такие маленькие заказы. И потом я узнал, стал искать информацию, как попасть на тренинги директоров. Стал узнавать информацию и нашел информацию, что будет тренинг. Вот это как раз было в 14-м году, прошло, ну, где, наверное, полгода с того момента. И я решил у него пойти, о чем, нисколько не пожарилось. Опять же, прошло уже 2 года, но попробуй вспомнить вообще, чем тебе вообще запомнился тренинг директологов. Может быть, какие-то новые инсайты были, может быть, ну, вот, например, ты пришел с какими знаниями на тренинг, с нулевыми, может быть, у тебя уже какой-то был опыт. Ну, в принципе, опыт у тебя был, как минимум, вебинары, но вот какие ты для себя новые фишки, возможно, вынес, если можно поподробнее. Так, ну да, по вебинару я так не дал достаточно хорошо, ну, как я считаю, даже если сейчас вспомнить, достаточно хорошо у нас настроила рекламная кампания. А для каких тематик, если не секрет? А? Для каких тематик? Не понял. Для каких тематик? На справу? Да. Алло? Да, да, да. А, у меня было два интернет-магазина, очки RayBan и еще один. Вот. Таким магазин это был не мой, но у моего товарища, как бы он тоже там решил заняться этим, заработком интернет, так сказать. Вот. Он настроил тоже достаточно так хорошо все. У него тоже были продажи, по RayBan у нас тоже были продажи. Вот уже после тренинга, на тренинге я я узнал, что нужно их делить на кампании по теплоте. Допустим, вот эта вот фишка тоже очень-то такая полезная. Потом про UTM-метки, опять же. Я их про это знал, про UTM-метки знал. До этого как бы узнал, нашел информацию. Но как это все делать быстро и более так что-то, четко так, ну, как бы сказать, то я этого не знал. Я этого узнал на тренинге итогов. Вот. Потом по Google AdWords опять же информация, ну, это очень такая, абсолютно новая, потому что это, ну, как бы, на ответ, правда для новичка, даже не забираешься в директе, он, ну, если туда зайдешь, он там столько много кнопок, это все пугает, и как бы он кажется сложным. Пусть тренинг встал на ногу, и все, быстрее пошел. Понятно. Окей. Тогда скажи пару слов по поводу мастер-группы тренинга-директологов. Я знаю, что ты все равно у нас такой частый пользователь этой группы. Я знаю, что ты задаешь вопросы, в принципе, и отвечаешь, когда можешь. Как тебе вообще группа, как тебе это сообщество? Группа, 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 да, тоже такое хорошее дело, потому что, ну, как бы, опять же, ты под словом, где ты, что ты можешь спросить, там нюансы есть, знаешь, что ответят. И из минусов, что отвечать не быстро, как это бы хотелось, но все же отвечать. И в любом случае это же большой минус. Потом, что еще? Общение, опять же, ну, довольно интересно. Нашел себе новых знакомых в этой группе? В группе, В группе, да. Вот, сегодня вот, у тебя вышел тоже вот, отзыв с Александром, с ним там общались как-то там по одной теме, там, потом с кем еще и общался, сейчас, довольно так, не переписываюсь, сейчас скажу. Ну, с ней, я успел один заказ взять, с Катериной, мы так немножко поработали, правда. Вот. Такие вот фишки и плюсы, так сказать. Хорошо, тогда последний вопрос. не только вопрос, но мы можем идти в тренинге. Окей. Последние, точнее, два вопроса. Первый вопрос, который я задам, это, что случилось с тобой после тренинга, потому что прошло два года, ну, может быть, что-то изменилось, может быть... все хорошо. Что-что? Так. Я говорю, ничего с ним не случилось, все хорошо. Я понял. Нет, я имею в виду вообще какие-то метаморфозы, изменения, что-то... Да. После тренинга, я полностью практически изменил, сменил и уже более практически плотно. На сегодняшний день я уже могу сказать, что вот Яндекс.Директ, ну, вообще контекстная реклама, это вот как способы заработка. Это мой основной заработок, заработок, можно сказать. Угу. Понял. Можно сказать, а так оно и есть. И последний вопрос, кому бы ты порекомендовал пойти на тренинг? На тренинг, на... Да, абсолютно всем, кто вот интересуется, допустим, Яндекс.Директ, даже начинающим, тот, кто уже опыт, вернее, опытным, кто уже пользуется контекстной рекламой, потому что практически ежедневно делаешь аудит, даже аудит рекламных компаний, и, не знаю, даже опытные такие вот, как говорят, как говорят, что он им настраивал, там, опытные, либо аудитства, какие-то им настраивали, но ты смотришь и понимаешь, что это абсолютно, ну, как сказать, стрэш. Вот, не слово. Все, Андрей, спасибо тебе большое, я тебя услышал. А можешь оценить тренинг от одного до пяти, вот, насколько тебе он был полезен? На тот момент, на тренинг недель был пятый? Да. Так, ну, на пять, с плюсом. Все, я тебя понял. Спасибо большое, Андрей, за то, что дал нам такой отзыв. И еще хотел узнать последний момент, что ты хочешь услышать на следующем, десятом тренинге директологов? Ну, да, хочу я услышать, вот, хочу узнать, вернее, даже не узнать, а как бы обновить свои знания о новом аукционе и просчетах бюджета. С просчетом бюджета у меня были проблемы и на тренинг, на тренинге директолога в пятом, тоже я все никак не мог его там, потом, в конце концов, я как-то понял этот просчет бюджета и в этот момент обновился аукцион. поэтому обновить и как бы усвоить их заново. А на тренинге это сделать легче, искать справки и информацию перерабатывать. Вот, то есть не тратить свое время. Потом Яндекс.Метрика опять же, опять у нас старт стала новая. Тут тоже опять же там есть некоторые пробелы в знаниях. Вот это все как бы надо обновить и дополнить. Все, я тебя понял. Спасибо тебе большое. Мне за что? Увидимся на тренинге директологов 10. Хорошо. Все, спасибо большое.